Амнистия капитала Я хочу напомнить, что это уже третья по числу Амнистия капиталов, и две предыдущие тоже имели весьма интересные результаты. Судя по всему, мы можем ожидать этой третьей Амнистии. А вот о том, как проходили первая и вторая, вот об этом мы и говорим сегодня с Виктором Храпуновым. Добрый день, Виктор Вячеславович. Добрый день, Алексей. Виктор Вячеславович, ну, каково ваше отношение, скажем так, к новости, объявленной Нурсултаном Назарбаевым? Алексей, я понимаю, что это очень важная новость для Казахстана, лично для правящего режима, лично для Назарбаева. Это просто уже жизненная потребность появилась вновь провести Амнистию капитала. Я считаю, что это для Назарбаева очень важный процесс, Алексей. Но вы были не просто свидетелем, а участником предыдущих Амнистии капитала. Вот расскажите нам, пожалуйста, о первой, например, как она проходила? Алексей, очень хороший вопрос. Я вспоминаю 2001 год, когда Нурсултан Назарбаев объявил о том, что он будет проводить Амнистию финансовых ресурсов, которые сегодня имеются у людей, выведены из оборота и не находятся в законном обороте наличности в Республике Казахстан. Назарбаев назывались такие огромные цифры, что даже было приятно о том, что Назарбаев печется о Казахстане, об экономике Казахстана. И вот он хочет все теневые деньги, которые сегодня лежат в кубышках или закупаны где-то на грядках, как это раньше делали, помните, стеклянные банки, закупаны в грядках, вернутся в экономику и все будет в порядке. И было предподнесено это таким вот образом, что это единственная будет операция. Больше мы никогда в жизни этого проводить не будем. Это необходимо сделать, хотя депутаты в тот момент говорили, что нет необходимости, необходимо выявить, откуда взяты эти деньги, возбудить уголовные дела, деньги конфисковать, если будет такая необходимость, а виновных наказать вплоть до уголовной ответственности. Но риторика Назарбаева была такова, что эти деньги должны работать на экономику Казахстана. Нам как воздух нужны эти деньги. Вы увидите, что тут будут не один миллиард, десятки миллиардов долларов, которые вольются в экономику Казахстана. И объявлено было во всеуслышание, что это всё будет происходить анонимно. Никто никогда в жизни не узнает, кто из граждан Казахстана участвовал в амнистии финансовых ресурсов и какую сумму он включил в перечень и открыл счёт в том или ином банке второго уровня для того, чтобы участвовать в амнистии финансовых ресурсов. Но в процессе проведения этой работы мы поняли, что это всё профанация, это обман населения, эта амнистия нужна была только для того, чтобы родственники и клан Назарбаева амнистировали свои финансовые ресурсы. Никакой анонимности здесь не было. Я приведу один маленький пример. В то время один из министров правительства Республики Казахстан, Зиндал Акимжанов, взял и поучаствовал в этом процессе. И вдруг, Алексей, мы сидим в очень узком кругу, у нас было четыре человека, и Назарбаев объявляет. Вы знаете, вот как Казахстан включил в список аж 22 миллиона долларов. Я знал, что он ворует, но я не думал, что он так много ворует. Мы тогда переглянулись и поняли, что эта ситуация необходима только Назарбаеву, ради Назарбаева и для родственников султана Назарбаева. И когда заканчивался сам процесс, в тот момент Назарбаев побоялся или постеснялся. Я думаю, побоялся, поскольку даже в том парламенте он уже был практически карманный на султана Назарбаева, то и то были депутаты, которые говорили, что нет необходимости проводить эту амнистию. Казахстан ничего от этого не получит практически. Когда посчитали, то прослезились. Получилось всего 480 миллионов долларов. Но для Казахстана 480 миллионов долларов – это, грубо говоря, не так много. И что самое интересное, как я понял, что родственники султана Назарбаева очень желали эту амнистию, почему Назарбаев так продвигал и очень упорно объяснял всем, для чего это необходимо всем казахстанцам. Разговариваю с Булатом, родным братом султана Назарбаева, и он мне говорит, «Вот Виктор Вячеславович, старший брат, со мной делится. Когда-то я, когда работал пивником, я торговал пивом. Он был секретарем обкома партии. Я ему помогал. Я приносил ему деньги от пива, где я обманывал всех любителей пива, приносил Назарбаеву деньги. Я поддерживал его семью. Теперь султан Назарбаев поддерживает меня и говорит, «Ты не забывай, что я тебе вот эти акции притворяю в жизнь». Звонит мне султан и говорит, «Зайди ко мне, захожу». Он говорит, «Вон, видишь, стоит четыре дипломата. Забирай, сырежи, и посмотришь дома». Я забрал, приехал домой, открываю дипломат, там полные долларов, пачки долларов. И считал, миллион долларов вошло в дипломат. Оказывается, я привез домой четыре миллиона долларов. И вы знаете, Виктор Вячеславович, сколько весит один дипломат вот с этими миллионами долларов? Я говорю, нет, не знаю. Он говорит, ровно шестнадцать килограмм. Один путь весит дипломат с миллионом зеленых, набитым до отказа долларов. И когда Булат Назарбаев повез меня к себе домой, на поселок Шамалган, это родовое село, где родился, как говорят, на фултан Назарбаев, то в своем доме показал мне огромное хранилище денег. Наличных? Наличных. Только наличных, только денег. Это как в какой-то сказке, Виктор Вячеславович, какой-то такой дикой сказке. Я, конечно, реальный человек, Алексей. И вы помните, когда обнародовали, сколько миллиардов хранит Назарбаев, в Астане даже был указан адрес той резиденции, где находится долларохранилище Нурсултана Назарбаева в Астане. Я сегодня вам открываю долларохранилище Булата Назарбаева. Это поселок Шамалган. Тот дом, где он перестроил их родительский дом. И там создал себе хранилище долларов. Мало того, на улице Жарокова и проспекта Аль-Фараби в городе Алма-Аты он построил еще один дом и еще показал мне одно хранилище. Так что люди, которые были заинтересованы в этом процессе амнистии финансовых ресурсов, наличных денег, я понял, что в основном заинтересованы ближайшие люди из окружения Нурсултана Назарбаева. Еще один довод очень убедительный. Один ближайший родственник, живущий в городе Астане, Нурсултана Назарбаева, очень близкий родственник, в очередной раз заставив одного из бизнесменов за бесценок отдать ему один из объектов, понравившийся этому родственнику Султана Абишевича Назарбаева, сказал, что приезжайте ко мне в Астану, я рассчитаюсь с вами наличными деньгами. Когда делегация приехала в Астану получить расчет, обещанный этим человеком, то он дал команду открыть вот тот во дворе стоящий металлический гараж, один из гаражей, стоящих во дворе. Когда открыли этот гараж, работники, которые приехали получить то, что причиталось за объект, который за бесценок забирал этот великий человек, то весь гараж был заполнен коробками картонными, набитыми до отказа пачками долларовых купюр. И как объяснили эти люди, коробки были мокрые, деньги были влажные, со специфическим спёртым запахом этих долларов. И когда они получали доллары от работников этого родственника, Насултана Назарбаева, то, естественно, сказали господа, ну деньги же мокрые, а если вдруг они не будут иметь товарного вида, мы должны их привезти вам назад. На что получили ответ, не беспокойтесь, мы заберём то, что вы привезёте назад. То, о чём мы с вами говорили в предыдущем интервью, прям по Карла Марксу, капитал, он шёл очень интенсивно, и родственники Насултана Назарбаева скопили огромный капитал в виде наличных денег, которые необходимо было узаконить, кроме как провести амнистию, узаконение этих денег, и, конечно же, скрыть все фамилии этих людей, которые приучаствовали в амнистии финансовой, добиться своей цели. Люди получат амнистированные деньги, они законные, чистые, могут тратить на всё, что угодно дальше, и всё это будет законно и правильно в соответствии с законом Республики Казахстан.